Здравствуйте! В эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях уходящего дня в студии Юлия Великодна и в этом выпуске. Закрыты на карантин. В классах Якутска более 3% заболевших детей. Топливо на 3 дня. Успеют ли машины с углем доехать до Сватая? Дух охоты. По таким названиям якутские мастера представили свое произведение на международном фестивале. В Сватае топливо осталось на 3 дня. Остатков угля и дров хватит до 26 января. Об этом сообщил замгендиректора Губжиках Ажан Бурцев. К этому моменту все машины с углем доедут до населенного пункта. Также власти планируют обустроить перевалочный пункт в местности Крестях в 70 километрах от Сватая, где будут накапливаться запасы угля для нужд в населенных пунктах. На контроле находятся села Эбях и сел ГЭТА, где запасов угля остается на четверо суток. По словам жителей в домах и социальных объектах, температурный режим не соответствует нормам и составляет около 10 градусов. Юрий Боярский помещен в СИЗО. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Усть-Майского района. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Источник в правоохранительных органах сообщил, что глава Усть-Майского района неоднозначно получал взятку. Расследование ведут сотрудники ФСБ и МВД республики. Возбуждено уголовное дело в отношении главы Усть-Майского района по признакам состава преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Получение взятки в особо крупном размере. Следователями и сотрудниками следственной оперативной группы в настоящее время осуществляются неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается. На карантин закрыли 13 классов в 7 школах Якутска. Число заболевших детей составляет более 3%. Зафиксирован эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. За третью неделю января за медпомощью обратились 6 тысяч человек. 80% заболевших приходится на детей до 14 лет. Принято решение о приостановлении учебного процесса в случае заболеваемости 20% детей в группе, классе и в целом по учреждению. Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора. На подпрограммы Госком Арктики в бюджете республики предусмотрен 1 миллиард рублей. Об этом сообщили на заседании с участием руководителя региона. Одним из приоритетных мероприятий является сохранение поголовья северных домашних оленей. На эти цели предусмотрено 719 миллионов рублей. По данным Госком Арктики, всего в оленеводстве занято 1800 человек. На 1 января 2018 года поголовье оленей в Якутии составило 150 тысяч голов. В этом году в целях поддержки местного товаропроизводителя значительно увеличено финансирование заготовки и переработки кожевенно-мехового сырья и пушнины. Егор Борисов подписал указ о формировании Центра управления изменениями. Работа ведомства будет нацелена на повышение эффективности и результативности деятельности государственных органов и отдельных госслужащих. Он будет включать 5 департаментов и 2 проектных офиса. Изменения предполагают структурные перестройки отдельных органов исполнительной власти на выполнение поставленных задач. Отметим, что для этого новые кадры не потребуются. Наибольшие изменения коснутся Министерства экономики и Департамента кадровой политики. Создано одно структурное подразделение новое. Это департамент процессной деятельности в структуре администрации главы и правительства. Но при этом общее число государственных служащих повышаться не будет. Общая тенденция и на федеральном уровне. И у нас постепенное снижение количества государственных служащих. Основная и главная цель – это повышение эффективности. К другим темам легальным таксистам сложно конкурировать с перевозчиками, которые не имеют регистрации. Цены у нелегалов ниже, но за безопасность и качество поездки никто не отвечает. Продолжит наш корреспондент. Конкуренция в сфере услуг – тема острая и больная для прозрачного бизнеса. Транспортные предприятия, которые не датируются из муниципальных бюджетов, вынуждены закладывать повышение цен на топливо и энергоносители не в тариф, а в свои издержки. То, что касается подсоверских перевозок по внутригородским маршрутам, нам регулируют, устанавливают постановлением главы района, устанавливают цену. То есть мы уже выше не прыгнем. Оттуда идет и льготная категория граждан, они тоже привязаны к этой цене. Все чаще легальные перевозчики берут клиента не повышением цены на услуги, а их качеством и объемами перевозок. Однако на рынке, где нездоровая конкуренция, это сделать непросто. Нелегальные перевозчики подъедают значительный кусок пирога. Конечно, отбивают у нас клиентов. Причем мы работаем легально, мы платим за свою работу налоги, и большие налоги, и несем большие затраты. А люди работают нелегально, на свой карман, да. И машины в ужасных у них состоянии. Выявить нелегалов непросто, да и кому это делать. В районе давно нет транспортной инспекции, а сотрудники ГИБДД при проверке транспорта сталкиваются с равнодушием пассажиров, которые покрывают теневых извозчиков. К сожалению, сами люди при остановке с сотрудниками ДПС свидетельствуют в пользу водителей. Ездят, как будто едут с родственником, знакомым. По мнению специалистов, влиять на ситуацию можно, ужесточая законы и ответственность. Они также отмечают, что положение изменится только тогда, когда потребитель услуг будет понимать кому, сколько и за что платит. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК САХА, Алдан. Внимание, перегон скота. Этот дорожный знак можно поставить в любом районе Покровска. В туман вовремя замесить на дороге лошадь – большая удача. Многолетние попытки бороться с этим явлением пока ни к чему не привели. Жители этих домов давно не удивляют лошади, копающиеся в мусорных баках в поисках остатков еды. Чтобы выбросить мусор, нужно сначала их еще отогнать. Летом свободно разгуливающие по детским площадкам коровы, собирающиеся летом под домами в поисках прохлады целые стада – все это привычная картина для города Покровска, которая создает жителям массу неудобств. Постоянно копаются в мусорках, разбрасывают мусор по двору. Все города и улицы тоже в экскрементах. Мои дети очень боятся лошадей, поэтому я думаю, каждый родитель согласится, что для детей это небезопасно. Несколько лет назад был случай, когда вот так вот пасущаяся у мусорных баков лошадь укусила за ухо женщину. Дорожно-транспортные происшествия с участием коров и лошадей в районе – частое явление. Хозяина бывает очень трудно найти, так как ответственность за свободно гуляющего и создающего помехи дорожному движению животного лежит именно на нем. Составлено несколько административных актов, хозяева установлены, были оштрафованы. Но, тем не менее, лошади все равно приходят. Оградить Покровск с забором-то невозможно, наверное. Это должны хозяева животных работать с ними. Животные эти принадлежат жителям Покровска и близлежащего села Ой. Клеймо, по которому определяет хозяина, есть далеко не на всех животных и имеет свойство зарастать шерстью. Борьба с этим явлением посредством штрафов не решает проблему. Речь о необходимости нанимать пастухов идет не первый год. Однако, ВОЗ и мы не там. Сарглана Елена, Александр Ирков, НВК Сахах, Ангалас Киулус. Продолжаем выпуск. Совместный фильм «Нанук» якутских кинематографистов с болгарской кинокомпанией представили в основной конкурсной программе Берлинского международного кинофестиваля «Берлинари». Съемки фильма проходили на берегу Лены возле Кангаласского мыса и Ленских столбов. За год до этого представители болгарской компании приезжали искать локации. Рассказывали, каких актеров хотят видеть. Более 30 человек участвовало в проекте с якутской стороны. Показ фильма возможен на Якутском международном кинофестивале в этом году. Я надеюсь, что после премьера фильма будет очень много отзывов. Во-первых, о том, где вообще происходили съемки, какая команда работала, какие актеры снимались. И все это происходило у нас, чему мы очень горды и рады. Я надеюсь, что в будущем будет еще множество других проектов совместно с другими странами. Они будут не только приезжать снимать у нас, но также мы будем выступать как ко-продюсеры с ними. В Депутатском встретили солнце. После долгих полярных дней и ночей в Устьянском районе церемонию встречи солнца с нетерпением ждали местные жители. Торжественное мероприятие открыла носители венского языка и культуры Татьяна Протопопова. Она и провела обряд встречи солнца. Главным обрядом встречи солнца стал танец, символ солнца, добра и света жителей Устьянского района. Сегодня жители поселка Депутатский встретили солнце. Всем счастья, здоровья, любви, благополучия и пусть хранит наша прекрасная Устьянская земля. Солнышко, мы тебя любим! И последние лучшие ледорубы России, а также гости из Китая и Франции боролись за призовые места конкурса. Международный фестиваль ледовых скульптур прошел в Хабаровске. Кому достались 200 тысяч рублей, насколько важна стратегия в работе со льдом в сюжете Стаса Михайлова. Ледовая фантазия в Хабаровске пробудется уже в 15-й раз. С 2002 года в фестивале принимали участие мастера из Японии, Малайзии, Южной Кореи, Финляндии, Португалии, Латвии. Но по финансовым причинам география участников с каждым разом сужается. В этом году международный статус обеспечивает постоянная участница из Франции и соседи из китайского Чанчуня. Поскольку китайская пара оказалась самой неопытной на фестивале, замахиваться на изящные формы они не стали. Это кляник и котет. Здесь можно отверстие для фотографии. Идейный вдохновитель и организатор конкурса Сергей Логинов как смог попытался уравнять шансы гостей. Показал, как работать бензопилой и отдал им свои ботинки, чтобы не замерзли. Да, я его одел и обул, конечно. Но они были очень легко одеты, не по сезону. Они приехали с Южного Китая. Хозяева фестиваля Хабаровчане гораздо более подготовлены к конкурсу во всех смыслах. Дуэт Полина Шпагина и Максим Король уже становились финалистами. По опыту они знают, что лед материал капризный и не прощает спешки. А эскиз лишь только задает направление, в котором будет двигаться мастер. Ему нужно раскачку, поймать волну. Лед такая вещь, нужно задумать что угодно, а по итогу ничего не получить. Трещина пошла, откололась и идею приходится на ходу менять. Именно это и случилось с участниками из Якутии. Задумали изобразить во льду нечто трудноописуемое. И, как сейчас принято говорить, в 3D. Дух охоты – так называется работа якутян. Это витает рядом, но не ощущается зрение. Мы хотим передать это. Можно посмотреть с разной стороны, разнопланово. Когда работа была уже наполовину готова, обвалившийся блок не дал авторам полностью воплотить задуманное. И в итоге отодвинул их на 5 место. Победителем же стал приморец Игорь Емельяненко со своим подводным миром. Ему удалось воплотить сюжет охоты подводных обитателей в подробностях, за что он получил первое место и 200 тысяч рублей. Стас Михайлов, МВК САХА, Хабаровск. К этому часу у нас все новости. Оставайтесь в курсе событий с МВК САХА и САХА24. Еще больше информации на интернет-портале nvk.defis.online.ru. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok